Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Будни». О главных событиях этого дня расскажут корреспонденты Бийского телевидения и я, Олеся Бедарева. Смотрите сегодня в выпуске. Угроза сверху. Почему бийчане возмущены установкой пандуса? Голосуют за эвтаназию. Борьба жителей с бездомными собаками продолжает набирать обороты. Королева Бийска. За престижное звание боролись самые красивые и талантливые девушки города, кто покорил сердца жюри и зрителей. Начнем с краевых новостей. Несколько крупных пожаров произошло на территории Алтайского района. В одном случае площадь возгорания составила больше тысячи квадратных метров. В другом на пепелище были найдены тела трехлетней девочки и ее отца. В доме, кроме погибших, было еще двое детей, но они смогли спастись. Предварительно в трагедии может быть виновен сам погибший мужчина. Вечером 2 марта этого года в селе Ая Алтайского района 45-летний местный житель в своем доме растопил печь, используя горючую смесь, после чего ушел в комнату и лег спать. В результате того, что часть горючей смеси попала на пол, произошло возгорание. Находившиеся дома двое несовершеннолетних детей успели выбежать на улицу. Сам глава семьи и его трехлетняя дочь погибли при пожаре. Следователями Следственного комитета назначен комплекс необходимых судебных экспертиз. Проводятся иные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Еще один серьезный пожар пришлось тушить в Алтайском районе ночью 3 марта. Горели строения оздоровительного комплекса на территории Бирюзовой Катуни. Горели помещения бассейна, бани и ресторана. Огонь распространился на площади в 1200 квадратных метров. На месте работали семь пожарных расчетов из Алтайского края и соседней республики Алтай. На ликвидацию возгорания ушло несколько часов. В этом ЧП никто не пострадал. А теперь к городским темам. Бийчанка создала петицию за эвтаназию бездомных животных. На данный момент отдали голос в поддержку больше тысячи человек. Главный аргумент неравнодушной жительницы города мера поможет защитить людей от подстерегающей опасности. И в первую очередь детей. За эвтаназию ранее выступали и депутаты Думы Бийска. Они составили обращение, основанное на многочисленных жалобах со стороны местных жителей. По мнению народных избранников, система отловить, стерилизовать и вернуть животное в прежнее место обитания не устраняет проблему популяции. Не хватает и количества мест в приютах. Выход один – эвтаназия. Соответствующее предложение бийские депутаты направили на рассмотрение депутатам АКЗС. Которые должны изучить опыт других регионов. И предусмотреть в краевом законодательстве нормы эвтаназии животных, оставшихся без владельцев. Опасный пандус установлен на входе в помещение общественной организации для детей с ДЦП «Дети-ангелы». Сама конструкция нареканий не вызывает. Угроза нависает сверху. Над пандусом нет козырька или иной защиты от падающих с крыши снега и льда. Организация «Дети-ангелы» много лет располагается в здании общежития по переулку Гилёва. Помещения в аренде у города и общественники не могут самостоятельно, без разрешения собственника, производить крупные ремонтные работы. В 2023 году организация «Дети-ангелы» добилась от администрации Бийска установку пандуса для комфортного захода подопечных в центр. Конструкция сделана по всем нормам. Угол уклона, поручни. Инвалиды могут пользоваться им без посторонней помощи. Однако козырёк или какой-либо навес над новым входом не появился. Теперь у посетителей центра выбор заходить через общий вход, неся ребёнка на руках, или рискнуть и подняться по пандусу, но с возможной угрозой для здоровья. Прямо над пандусом с крыши свисают сосульки. При этом сотрудники организации говорят, что управляющая компания регулярно сбивает образовавшуюся наледь. Едешь и уже смотришь на эти сосульки. Я не говорю, что управляющая компания не работает. Они периодически убирают эти сосульки, но они не могут каждый день туда лазить и убирать эти сосульки. А в связи с нашими погодными условиями, сегодня минус 20, а завтра плюс 0, там 2, очень много образуется сосульок. И вот мы не знаем, как из этого выйти. То есть мы продумали, возможно, какой-то навес. Мы разговаривали с управляющей компанией, мы разговаривали с администрацией. Все друг на друга валят. Увеличилось количество дефектов больше, чем в 5 раз. Итоги отопительного сезона в последний зимний месяц подвели в СГК. Количество повреждений на тепловых сетях за февраль возросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за февраль аварийная ремонтная бригада устранили 27 дефектов. 4 на магистральных трубах и 23 на квартальных. Возросшее количество повреждений тепловики связывают с нестабильным характером погоды этой зимой. На смену отепели пришли сильные заморозки. И резкие перепады температуры отразились на тепловых конструкциях. Некоторые участки не прошли проверку на прочность. Среднее время устранения поломки на сетях по контуру Бийской ТЭЦ составило около 4 часов. В контуре малых теплоисточников чуть больше 2. В СГК отмечают, что ремонтные работы проходили в штатном режиме. А далее реклама. Не переключайтесь, мы скоро вернемся в эфир. Семинары, тренинги, совещания, презентации или мастер-классы Бийская медиагруппа предоставляет современный зал для проведения деловых мероприятий. Вместимость до 40 человек. Профессиональное оборудование – зона для кофебрейка. Подробности по телефону 313115. Продолжение следует... Успеть до 11 марта. Меньше недель остается для тех, кто хочет проголосовать на предстоящих выборах дистанционно. Напомним, главное политическое событие страны – выборы президента России будут длиться несколько дней – 15, 16 и 17 марта. Выборы пройдут в комбинированном формате. Это значит, что можно посетить избирательный участок и оставить свой голос на бумажном носителе. Или не тратить время и проголосовать в электронном формате. Но для этого необходимо заранее оформить заявку на портале Госуслуг до 11 марта. Подробнее с кандидатами на пост главы государства и доступными способами голосования жители города знакомят обходчики. Представители избиркома имеют при себе бейджик, удостоверение члена УИК, планшет и смартфон с приложением, а также сумку, шапку и значок с логотипом. Вы знаете, что у нас есть сейчас четыре способа голосования. Это голосование на участке, голосование на дому, голосование дистанционно-электронно и голосование на любом участке или, как он называется, по месту нахождения или мобильный избиратель. Вот четыре способа. Мы должны прийти к избирателю. Во-первых, уточнить, кто проживает в этой квартире, нацелен ли он участвовать в выборах. Конкретно вопросы будут в анкете. К другим темам. В минувшие выходные в городском дворце культуры журнал «Бейчанка» отметил свой юбилей 25 лет. Традиционно отпраздновав день рождения конкурсом красоты и талантов мисс «Бейчанка». Кто же она, королева Бийска, узнаете из репортажа Юлии Цапко. Журнал «Бейчанка» был основан в 1999 году членом Союза журналистов России Ниной Александровной Суслиной. Через год был проведен первый конкурс красоты и талантов. Сегодня это яркое шоу в культурной жизни города. На юбилейный, 25-й день рождения, пришли сотни зрителей. За Иванову Марию. Ее мама, моя племянница и наша красавица. Вы знаете, мы пришли просто гостями, и мы никого из участников не знаем, но мы с удовольствием пришли на этот праздник города. За самую красивую. В этот вечер 8 девушек боролись за право называться самой красивой и талантливой. Традиционно они должны были показать себя и свои таланты в нескольких состязаниях. Визитка, творческое задание, выход в купальниках. Меня вдохновляет природа Алтайского края. Очень люблю путешествовать. А поездки за рулем заряжают меня энергии. Мягко сама могу поменять колесо. И если необходимо, заглянуть под капот. Мои увлечения, вокалы, эзотерика, книги и путешествия. Как опытный умерок, я расскажу о вас все, в том числе о ваших задачах и талантах по вашей дате вождения. Девушки все, как на подбор, спортивные, музыкальные, стремящиеся стать лучшей версией себя. И если после первого выхода было трудно определить лидеров, все на свои места расставил творческий номер. Самыми сильными в творческом задании стали Эльвира Бычкова, Валерия Якушева и Арина Коробова. Грандиозным по накалу напряжения был выход в купальниках. Здесь, как всегда, не обошлось без повторного выхода. Все девушки получили короны и призы в виде подарочных сертификатов, полезной продукции и ювелирных украшений. Организаторы подарили каждой подарки и яркие эмоции. Приглашение представлять наш регион на конкурсе «Леди Евразия» получила Олеся Кириченко. Звание второй вице-мисс завоевала студентка музыкального колледжа Эльвира Бычкова. Первой вице-мисс стала учащаяся 40-й школы Арина Коробова. Абсолютной победительницей «Мисс Бичанка-2024» признана учащаяся Бийского лицея Валерия Якушева. Юлия Цапко, Илья Питков, Андрей Сегаев. Будни. Более подробно о конкурсе «Мисс Бичанка» смотрите в нашем специальном репортаже. Только в эфире Бийского телевидения. Бийская династия педагогов попала во всероссийский альманах. Речь идет о династии Шмойловых. История семьи теперь вписана в сборник педагогической династии России, выпуск которого инициировало Министерство просвещения. Учителя, воспитатели детских садов, преподаватели колледжей и вузов, педагоги учреждений дополнительного образования. Их общий трудовой стаж исчисляется сотнями лет. Подробности далее. Ирина Королева работает учителем русского языка и литературы в гимназии номер один больше 10 лет. В рамках своих предметов она старается донести до подрастающего поколения, что прежде всего нужно быть хорошим человеком, воспитанным, достойным, желающим изменить мир к лучшему. А уж потом, по ее мнению, важны знания. Изучали на уроке сказку Ганса Христиана Андерсона «Снежная королева». Она как раз и учит детей добру, учит детей быть хорошими друзьями, держать слово, быть мужественным, добиваться цели во что бы то ни стало. И как нельзя лучше отражает мою жизненную позицию. Эти основы Ирине Эльзасовне с самого детства закладывали ее родители. В частности, отец, который был потомственным учителем. Именно он 30 лет назад открыл новое инновационное учебное заведение – гимназию номер один в Бийске, где работают его дочь и троюродные сестры Ирины. Наша династия довольно большая. Насчитывает уже, наверное, более 580 лет в общей сложности. Потому что у наших прабабушки и прадедушки было 8 детей. И в каждой вот этой семейной ветке появились свои учителя. По грубым подсчетам, порядка 34 человек в нашей учительской династии. Есть все направления науки. Так, например, Ирина Кучумова в гимназии с самого основания. Она преподает математику и не жалеет, что связала свою жизнь с профессией педагога. Признается, что за время работы изменились как дети, так и стандарты образования. Мы подстраиваемся, стараемся быть, конечно, интересным нашим детям. Потому что дети сейчас другие. У них очень много информации. Они образованнее, они умнее, чем были когда-то раньше, 30 лет назад. Поэтому мы стараемся быть достойными для этих детей, интересными. И учимся вместе с ними также новыми веяниями, которые у нас в образовании есть. Еще одна представительница династии, работающая в гимназии, Галина Михайловна Махначева. Первоначально женщина собиралась идти в медицину, но, говорит, видимо, не позволил зов сердца. И сейчас она преподает химию и биологию. Считает, что благодаря детям есть возможность чувствовать себя вечно молодым. И проводить занятия с ними интересно. Если мы имеем еще и какую-то отдачу, какие-то видим свои результаты, а мы их видим, потому что мои ученики есть и кандидаты наук, по химии, есть хорошие доктора, есть в промышленности работают, в нефтегазовой промышленности. И их благодарность за то, что мы дали им образование какое-то, это, наверное, великая работа, которая нужна нашим ребятам. Родственницы уверены, что общая деятельность им только помогает в работе. Вместе они делятся интересными идеями и разбирают педагогические проблемы. За пределами образовательного учреждения встречаются семьями. Вспоминают своих предшественников и говорят о будущем поколении. Ведь династия не прерывается, а продолжает свое развитие в детях. Алена Кисеева, Андрей Сегаев, Будни. А теперь о погоде. 5 марта в Бийске будет переменная облачность, ночью возможен небольшой снег. Ветер юго-западный, слабый, атмосферное давление высокое, влажность воздуха утром и вечером тоже будет повышенной. Магнитосфера спокойная ночью, минус 5, минус 7, днем от минус 1 до минус 3 градусов. Таким был этот весенний день. Если у вас есть предложения или наболевшие вопросы, звоните. Телефон нашей редакции 313-507. Мы постараемся вам помочь. Не забывайте оставлять комментарии. Для нас важно ваше мнение. Желаю вам прекрасного завершения этого рабочего дня и прощаюсь с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова